Пожалуй, слишком многие считали, что некомпетентное руководство Берии привело к расколу СССР. Нам удалось стабилизировать значительную часть центральной России, однако количество предательских режимов всё ещё по-прежнему велико. Василий Сталин начинает полномасштабную подготовку к объединению. На Западе московские партизаны ведут довольно тяжёлые бои с Руа. Однако пока что мы не можем позволить себе такую роскошь, как вмешательство в этот конфликт. В противостоянии с классовыми Берии было пролито слишком много крови, а лёгкие дивизии, из которых скроена наша армия, вряд ли годятся для полномасштабных боёв. Если в прошлом противостоянии мы полагались на волю случая и быстрые прорывы, то сейчас нам нужно грамотно сформировать несколько ударных дивизий. Пара сотен винтовок для наших коллег по цеху вряд ли будут лишними. К тому же это позволит несколько ослабить фашистскую угрозу. И частичная мобилизация экономики позволит увеличить темпы производства. Наконец, наша экономика худо-бедно смогла подготовиться к включению в себя новых субъектов. Однако время собирать камни давно прошло. Пришла пора их разбрасывать. У новой власти есть так необходимый для лу-революции порох. Однако без грамотного командования это ничто. Мы реабилитируем некоторых противников нашего режима и будем уповать на их здравомыслие. Кажется, наш план увенчался успехом, особенно после того, как Руа начали теснить московских партизан. Все больше и больше советских генералов стали стекаться под наши знамена. Пожалуй, мы смогли бы обеспечить и превосходство в воздухе нашим дивизиям. Все готово. Более благоприятной возможности начать битву за Москву у нас уже не будет. К тому же в Германии закончилась гражданская война. И на данном этапе противостояния Германию можно не брать в расчет. Она не представляет угрозы. Продолжение следует... Историки всего мира будут спорить по поводу того, почему мирный договор был заключен в Кабуле 17 июня 1954 года. Стадки Руа были разбиты и развеяны по ветру. 2 июля 1954-го Красная Армия начала штурм Архангельска. Важно было как можно быстрее закончить осаду, поскольку с потерей города Рейх терял возможность морского вторжения на северные рубежи нашей страны. Не только мы, но и Финляндия более не находится под давлением немецких крингсмарины. Но не время думать о финнах, самое время перебросить подразделения на восток и восстановить территориальную целостность большей части нашей страны. Вражеские оборонительные редуты падали один за другим, однако у нас было еще слишком много работы в этом регионе. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец пришла пора выбросить капиталистических угнетателей из Владивостока. К другим хорошим новостям. Финляндия уступила нам спорные территории, основываясь на договоре о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В свою очередь на территории Украины продолжаются ожесточенные тяжелые бои. Пока что мы не в состоянии вмешаться в этот конфликт. Да и к тому же у нас есть более перспективная цель. После возвращения Москвы мы давно разрабатывали план по возвращению Петрограда. Противостояние на два фронта нам было абсолютно невыгодно, однако сейчас у нас полностью развязаны руки. Самое время восстановить дальневосточные советы, упраздненные при капиталистическом Владивостоке. И подготовить державу к не менее важной войне. Глупо было бы спорить касательно того, что на данный момент Советский Союз находится на пути к полному восстановлению. Советские отколовшиеся правительства, реакционные претенденты иностранные марионетки были побеждены. А наша великая страна теперь практически полностью восстановлена в своей прежней красоте. Во всяком случае это довольно сильно похоже на современную Россию. Итак, в результате странного поворота судьбы и геополитического шока, сын бывшего советского лидера Иосифа Виссарионовича, Василий, успешно восстановил Советский Союз. Лишь время покажет, повторит ли он концепцию государства своего отца. Следующим нашим шагом станет установление полного контроля над Прибалтикой. Теперь мы с вами вполне способны наступать единой линией фронта. Таким образом получается, что нас ждет одна из самых легчайших войн, что были до этого. Главной целью этой войны станет обеспечение безопасности Петрограда. На юге противник, судя по всему, попытался сформировать атакующий кулак, однако в ближайшее время он будет разбит. В свою очередь в северной части страны мы достаточно оперативно ликвидируем многочисленные котлы. Со временем под нашим контролем окажется Тарто и Минск, после чего мы сможем начать полномасштабный прорыв в сторону Риди. Сопротивляться более некому врага практически не осталось дивизии, а собрать фолькштурм местное правительство явно не способно. Это безоговорочная капитуляция, а новый шаблон дивизии показал себя довольно боеспособным. Однако по-прежнему требующим некоторого усовершенствования. Тем не менее, мы практически доукомплектовали имеющиеся у нас дивизии, и совсем скоро сможем перепрофилировать наши военные заводы на производство тяжелой техники. История повторяется, и судьба Советского Союза, похоже, предначертано. Возможно, только Сталины могут привести СССР к величию, и возможно, только Сталины смогут по-настоящему увидеть великую перестройку Союза. Итак, комрады, в ближайшее время нас ждет несколько судьбоносных решений, поэтому в комментариях, пожалуйста, напишите, какой путь вы бы хотели видеть. А еще следующая серия в этом прохождении, судя по всему, станет последней. А это значит, что в ближайшее время в Телеграме появится новый опрос касательно следующего видео. Предлагать варианты для новых видео можно как в комментах, так и в личке, она всегда открыта. Как всегда, благодарю всех и каждого за просмотр, всех обнял, до новых встреч, пока, ребята.